10 января 2005 года на телеканале Россия 1 состоялась премьера сериала Кармелита, состоящего из 170 серий. Проект получился настолько успешным, что зрителю оказалось мало целых 170 серий и создателями было принято решение о съемках второго сезона. Премьера второго сезона проекта Кармелита «Цыганская страсть» состоялась 4 января 2009 года на том же канале. Второй сезон сериала состоит из 288 серий. С момента премьеры сериала прошло больше 17 лет. Вполне закономерен тот факт, что многие снявшиеся в нем актеры не дожили до наших дней. Именно об умерших актерах сериала Кармелита я хочу поговорить сегодня. Борис Никифоров исполнил роль Пал Палыча в первом и втором сезонах проекта. На счету этого актера более 50 киноработ. Свыше 35 из них это роли в кино, а остальные озвучивания. Многие помнят Бориса Никифорова по фильмам «Обреченная стать звездой», «Бедная Настя», «Ундина», «Возвращение Мухтара», «Простые истины», «Порт», «Они сражались за родину» и по другим лентам. Голос актера можно услышать в проектах. «Гладиатор», «Фантомас против Скотланд-Ярда» и «Тень на дороге». Бориса Никифорова не стало 13 апреля 2011 года. Актеру было 78 лет. Он покоится в Щелыково, островского района Костромской области. Александр Круш сыграл роль Сашки Крушки в двух сезонах проекта. У этого актера совсем мало ролей в кино. Помимо сериала «Кармелита», Александр Круш снялся в лентах «Волчица» и приказано уничтожить операцию «Китайская шкатулка». Александр Круш ушел из жизни 15 марта 2015 года. Актеру был 61 год. Александр Нехороших сыграл роль врача-травматолога в первом сезоне сериала и ветеринара во втором. Всего в его фильмографии более 50 небольших ролей в кино. К примеру, его можно увидеть в лентах «Институт благородных девиц», «Ласковый май», «Солдаты 15. Новый призыв», «Обреченная стать звездой» и в других фильмах. Александр Нехороших покинул этот мир 18 апреля 2016 года. Актеру было 67 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Александр Нехороших покоится на Расторгуевском кладбище в городе Видное под Москвой. Игорь Бондаренко снялся в сериале «Кармелита» в эпизодической роли. В целом это характерно для его фильмографии. В ней более 40 ролей и все они небольшие. Игоря Бондаренко можно увидеть в лентах «Ольга», «Светофор», «Реальные пацаны», «Счастливы вместе» и в других фильмах. Игорь Бондаренко завершил свой земной путь 12 ноября 2021 года. Актеру было 55 лет. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Игорю Машкаркину досталась роль судьи. В фильмографии этого актера всего несколько ролей в кино. Помимо сериала «Кармелита» его можно увидеть в лентах «Час Волкова 2», «Кодекс чести 4» и «Москва Центральный округ 3». Игорь Машкаркин умер 25 ноября 2014 года. Актеру был 71 год. Дмитрий Мирон исполнил роль врача скорой помощи. На счету этого актера более 20 работ в кино. Многие помнят Дмитрия Мирона по фильмам «Кухня», «Дело следователя Никитина» и «Господа товарищи». Дмитрия Мирона не стало 13 июня 2016 года. Актеру был 41 год. Причина его смерти достоверно неизвестна, но его коллеги уверены, что не последнюю роль сыграло переутомление. Анатолий Басин сыграл роль врача скорой помощи Анатолия Петровича. У этого актера немало ролей в кино. Помимо второго сезона сериала «Кармелита», Анатолий Басин снялся в лентах «Кто в доме хозяин», «Диверсант. Конец войны», «Солдаты» и «Моя прекрасная няня». Анатолий Басин ушел из жизни 17 января 2022 года. Согласно данным из открытых источников, актер ушел из жизни после продолжительной болезни. Он покоится в родном Иркутске. Юрий Тузов сыграл роль менеджера отеля во втором сезоне сериала. В его фильмографии более 110 ролей в кино. К примеру, его можно увидеть в лентах «Светофор», «Полярный», «Молодежка», «Карпов 2», «След», «Детективы», «Интерны», «Десантура», «Ранетки», «Громовый дом надежды», «Кулагины партнеры» и в других фильмах. Юрий Тузов покинул этот мир 15 декабря 2020 года. Актеру было 67 лет. Причиной его смерти стала вирусная пневмония. Юрий Тузов покоится на Волковском кладбище города Мытищи Московской области. Светлая память всем умершим актерам сериала «Кармелита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова